Это ему стыдно просто, он убежал. Никто его не бил, никто его не материл. Его просто просили, ты выскажешь хотя бы свое оправдание. Так закончилось собрание жителей села Спаска в минувшую субботу, не выдержав напора возмущенных сельчан. Глава села Вячеслав Спицын побежал прямиком в милицию. При этом он все-таки написал заявление, в том числе и вот на эту женщину. Кто и кого из них бил, теперь будет выяснять милиция. Но вот с жителями села ему все-таки пришлось встречаться еще раз. Весьма представительная делегация с комфортом прибывает в сельский клуб. Глава села Вячеслав Спицын, глава Сороктажского района Бахчан Жанбаев. А вы приезжаете, должны с людьми-то поговорить хотя бы. Это вот Жанбаев что-то самый? Нет, нет. Но нет самого виновника человека, из-за которого и возник конфликт. Владимир Латюк, глава агрофирмы Владимирская, взявший паи у людей в аренду, остается недоступ. Нам не удается с ним встретиться. Отдавая свои паи в аренду, люди этого села надеялись, что каждый год им будут бесплатно вскапывать огород и давать по 4 центнера пшеницы на корм, таковы были условия договора. Но в этом году люди ничего не получили. Вот и приходится им теперь обходиться тем, что есть, резать скот и птицу. Накануне успокоить сельчан, так и не получивших обещанное, не смог даже глава Саракташского района, Бахчан Жанбаев. А почему люди? А за суд мы должны платить деньги, а мы живем в деревне, у нас зарплаты нет. Верить в то, что у Владимира Латюка, главы агрофирмы, нет средства на то, чтобы отдать зерно, эти люди отказываются. Агрофирма Владимирская на хорошем счету. Урожай в этом году был. Государство, хоть и частично, но ущерб от засухи компенсировало. Более того, зерном агрофирма Владимирская сейчас торгует, да и сам глава хозяйства живет неплохо, говорят жители. А на Канару ездят отдыхать. И сюда ездят, каждую пятницу приедет, у него в воскресенье вечером уезжают, сюда привозят им мясо, ему там готовят, он накупается, баню стопит, нагуляется и сел и поехал. Семь домиков.